Кэширование Мы с вами посмотрим, как именно он управляется Потому что кэши не бывают не только аппаратные, например, у процессора Они бывают и программные Это те кэши, которые вы делаете сами Например, вы читаете что-то с диска, читаете много, часто И вы хотите это ускорять Вы размещаете часть данных в памяти Это называется кэширование Сразу возникает вопрос, а каким образом мы эти данные в памяти размещаем? Памяти то у нас мало, а читаем то мы много, диск у нас большой Для этого мы с вами сегодня здесь и собрались Представим себе, у нас есть какое-то медленное хранилище с набором ячеек Тут написаны какие-то значения Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Не суть важно, какие конкретно значения записаны Они у нас есть, они разные В каждом значении В каждом, даже не значении, а блоке страницы Размещены какие-то данные Эти страницы, они Каждая страница содержит не один ключ, да Не одна какой-то пара ключ значений, а много Эти страницы, они адаптированы под То же лицо, с которым вы работаете Например, если это диск, это может быть От 120 килобайт до 1 мегабайта Просто потому, что чтение 1 мегабайта Все равно по стоимости, как и прочитать 128 килобайт Как прочитать 64 килобайта Ну, потому что основная цена Это стоимость доступа, а не стоимость прокачки данных Дальше у нас есть некая другая, более быстрая память В ней всего 3 ячейки Как у нас Происходит работа? Первым делом, предположим, мы хотим прочитать ячейку Номер 3 Мы идем в кэш Кэш Storage Мы идем в кэш, ищем там эту ячейку Не находим Если мы не нашли, то мы идем На наш Storage Находим ячейку там Отгружаем ее в кэш Сохраняем здесь копию Что произойдет, если мы опять хотим прочитать ячейку номер 3? Мы дойдем до кэша Прочитаем ее из кэша Все у нас будет быстро и хорошо Дальше мы читаем ячейку номер 5 По той же самой схеме Мы не нашли в кэше Прочитали с диска, скажем Записали в кэш Дальше мы с вами видим ячейку номер 8 Вот так вот у нас получилось И пока мы работаем с этими тремя ячейками У нас все хорошо, у нас все быстро А теперь предположим Мы хотим прочитать ячейку номер 1 Как нам поступить? Какие предположения? Что должно произойти, если мы будем читать ячейку номер 1? Переполнение Как нам с ним бороться? Например, 3 А вот эта операция Выгрузки данных из кэша Называется кэш эвикшн То есть смотрите У нас кэш с вами наполнен Но мы хотим туда поместить что-то еще Для того чтобы туда что-то еще поместить То есть чтобы купить что-то не нужное Надо продать что-то не нужное Почему именно 3? Например На самом деле Порядок Вот как раз таки Вот та политика По которой вы вытесняете значение из кэша И определяет его функциональность и прочие характеристики Вы можете вытеснять все что угодно Что если вы регулярно заходите в третью ячейку? Да? Вам и не нужно ее вытеснять Потому что она горячая Через секунды вы опять в нее попадете Да? Вот вы случайно прочитали восьмерку Да? И она у вас будет в кэше висеть Так как последняя Отсюда есть разные методики управления вот этим кэшом Кроме того чтобы просто вытеснить ячейку Есть другие особенности Представьте себе что мы не только читаем но и пишем И мы не хотим писать каждый байт на диск Да? Мы прочитали цифру 5 блок 5 из кэша Да? И что-то в нее записали Один раз Потом записали еще один раз, еще один раз, еще один раз На диске этого ничего пока нет Эта ячейка измененная В компьютере они такие ячейки называются дерти Грязные Можем ли мы эту ячейку 5 просто вытеснить из кэша? Ну, очевидный ответ нет Потому что мы потеряем все свои изменения Понятно почему? То есть мы в эту ячейку в памяти записали какие-то значения Да? И мы обязаны теперь если мы эту ячейку хотим вытеснить Сохранить ее на диск Назовем 5 штрих Мы сбрасываем его на диск Здесь получается 5 штрих Сюда мы можем вставить значение 2 теперь Это еще один аспект который определяет каким образом вы управляете своим кэшом Если ваш кэш не только на чтение, но и на запись Теперь давайте посмотрим с вами самый простой алгоритм, да? Который вот сейчас мы упомянули List recently used Мы при использовании данной политики утеснения Мы очищаем именно ту ячейку в кэше, которую мы использовали Которая самая старая там, нетронутая Ну, то есть смотрите В данном случае кэш у нас с собой представляет связанный список Кто знает, что такое связанный список? Все знают Кто-то не знает? Сказать надо, да? Ну, вот смотрите У нас есть с вами некоторые блоки данных И в каждом блоке данных есть ссылка на следующий блок Например, указатель в памяти, да? Список бывает односвязный, если указатель указывает только на следующий блок А бывает двухсвязный, если у вас есть указатель на предыдущий блок Понятно А теперь Как нам с помощью связанного списка сделать, реализовать вот эту политику? LRU Ну, вот смотрите, у нас с вами изначально кэш пустой, в нем ничего нет Мы читаем первую ячейку, да? Записали, все просто Читаем вторую ячейку, что мы должны сделать? Мы должны добавить ее Скажем, в голову списка, если мы предположим, что список растет у нас вот сюда Голова Хвост Так? Ну, давайте использовать ту же самую нумерацию 3 5 Следующая ячейка у нас Номер 8 Да? И они все между собой вот так вот связаны Что мы должны сделать, если мы опять прочитаем ячейку номер 3? Мы ее отсюда Удаляем эту ссылку Делаем вот так Ну да, фактически если развернуть А вот это у нас отсюда исчезает Да? Вот такая получается цепочка Теперь мы получаем, скажем, запрос на единичку Что мы должны сделать? Абсолютно верно И так далее Да? То есть, такое вот она растет, растет, растет Да? В ней всегда три элемента И всегда тот, который использован совсем недавно находится в голове списка Тот, который использован Тот, который старше всех без единого касания Находится в хвосте списка Очень легко и просто Да? Единственное, что здесь вызывает проблемы Какова сложность поиска элементов в связанном списке? Ну, потому что вам нужно пройти все элементы Это, ну, не очень хорошо, да? Поэтому для этого использовать, допустим Хеш-таблицу И список То есть, у вас есть список, да? У вас есть хеш-таблица Вы когда значение отсюда удаляете, удаляете вы из хеш-таблицы За O1 вы получаете доступ к любому элементу в кэше, если он есть А с помощью списка вы отслеживаете Тот элемент, который самый старый Понятно? Что такое хеш-таблица? Кто знает? Хорошо, хеш-таблица Смотрите У нас есть ключи и значения, да? Каждый ключ некоторым образом можно преобразовать в число Ну, например, если ключ сам по себе число, да? Мы можем его просто взять по модулю По некоторым, допустим, по модулю 256 Любое число по модулю 256 Это от 0 до 255 Теперь мы с вами создадим себе Большой массив От 0 до 255 Так? Он пустой Предположим, мы с вами получаем ключ 300, да? Чему будет равен хеш данного ключа, если мы в качестве хеша используем модуль 256? 44 Вот в эту позицию Лежит вот такая вещь 300 Value Это хеш-таблица, да? То есть хеш-функцию вы можете выбирать любую, какую вы хотите Размер там тоже можете поднастраивать и так далее и тому подобное В чем еще недостаток LRU? Ну, на самом деле алгоритм неплох Давайте посмотрим, как LRU реализован в реальных базах данных Смотрите, вот первый момент Мы не можем удалять последнюю страницу, если она была изменена Правильно? Второй момент Если мы, скажем, начали страницу писать, но не закончили Ну, то есть у нас есть с вами какая-то операция, да? Транзакция из двух операций Первую операцию мы выполнили, а вторую мы заснули по каким-то причинам Мы не можем ее сейчас завершить Мы тоже не можем данную страницу записать на диск Еще и потому, что транзакция может быть откачана То есть изменения будут отменены обратно Третий аспект Не всегда эффективно писать страницы в разнобой Предположим, вот наш есть большой файл Да, вот он файл наш Нам, например, невыгодно писать их в порядке 3, 5, 7, 4, 6, 8 Да, такая получается вот она Рывками Ну, во-первых, потому что последовательный доступ по определению быстрее Во-вторых, у нас еще очень много серверов с реальными болванками И там вопрос возникает с позиционированием головки Быстро-то оно быстро, но записать, скажем, 3, 4, 5, да? И 6, 7, 8 Даже в два захода будет быстрее Ну, по меньшей мере, немедленнее Поэтому LREU в таком же виде в реальных базах не применяется Потому что он вам обеспечивает выгрузку страниц абсолютно в произвольном порядке Как вам повезет, да? Повезло вам, страницы пойдут подряд Не повезет, значит, скорее всего не повезет Потому что данные обычно все-таки достаточно случайные И третий момент У нас, как правило, все базы данных, они Многопоточные либо многопроцессные И у вас возникает вопрос с тем, что вам нужно Работу этого кэша синхронизировать между разными потоками Ну, допустим, одному потоку нужно вставить значение, да? А другой еще пользуется этой троечкой Ну, то есть у вас страницы могут не только быть там измененными Они просто могут читаться сейчас, в данный момент Вы не можете просто так взять и выгрузить, да? Поэтому этот алгоритм, он как бы создает определенные проблемы для нас Давайте смотреть дальше Но самое худшее, что к алгоритму LRU Можно подобрать такую последовательность запросов Которая сделает этот кэш практически неэффективным Ну, давайте посмотрим Кайт у нас размер кэша То есть в кэше у нас ровно 3 ячейки На диске у нас 4 ячейки, да? Казалось бы, большой хороший кэш, да? 3 четверти от диска, должно работать хорошо А давайте посмотрим, что будет, если мы дадим вот такую последовательность Кто-то может сразу предсказать? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Что произойдет с кэшом? Сюда будет переполнять Абсолютно верно 1, 2, 3, да? Пишем четверку Выкидываем Вместо единички записали, да? Вот теперь у нас здесь хвост Дальше единичка пошла Единички здесь нет Поехали, чтение опять Двойки здесь нет Опять чтение, да? И на каждую операцию после 3, когда мы кэш заполнили Мы пропускаем все То есть наш кэш перестает работать Совсем И это очень на самом деле плохо Потому что данный случай это достаточно часто встречающийся Ну вот, например Кто знает? Ну, я думаю, что индекс К Нужно рассказать, что это такое Вот смотрите Иногда нужно Читать подряд С диска Большой объем данных Ну то есть прям Вы позиционируетесь на 2 И читаете 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 До бесконечности Ну там до 100, до 200 При этом старые значения не переиспользуются Теперь представим, что у нас с вами Нагрузка Ну допустим Состоит не только из операции индекс скан, да? А из какой-то операции, которая работает со значениями 3 и 4 С блоками Что будет с ними происходить? С блоками 3 и 4 Они будут постоянно вытесняться То есть смотрите Мы один раз прочитали двойку, да? Записали ее в кэш Один раз прочитали тройку Записали в кэш Другой раз прочитали четверку Записали в кэш Дальше пошли вытеснять, да? Пятеркой Потом опять, допустим Мы хотим работать с тройкой Нам опять пришлось все читать Потом шестерка Это все вытесняется, да? Потом опять допустим Четверка А потом опять семерка, да? То есть те блоки, которые читаются только один раз Попадают в кэш И тут же оттуда вытесняются Те блоки, которые читаются многократно В кэше не сохраняются Хотя было бы очень здорово их там держать Понятно, да? Корень проблемы? То есть вот такие вот операции Массивные Они кэш наш полностью вычищают Независимо от того Насколько данный блок памяти востребован Потому что Политика LREU Абсолютно не учитывает востребованность блока Да? Она учитывает только то время, когда к нему был доступ последний Это не всегда правильно Ну и в принципе можно сделать вывод Что в любой алгоритм, который мы хотим использовать Можно подобрать такой пример Который делает его неэффективным Но с другой стороны Для любого примера Физического, да? Который мы с вами имеем Можно подобрать некий алгоритм кэширования Сейчас посмотрим Как мы с вами можем LREU улучшить А вот эта вот стратегия Используется в ряде с UBD Вот например в том же Oracle, да? Или Мускуле И можно даже посмотреть на их сайте Описание того, как они это делают А в чем она заключается? К каждому блоку дополнительно, да? У нас есть опять с вами кэш, да? На три элемента Пока так И в каждый элемент При чтении каждого элемента с диска Мы проставляем Точнее не так При доступе к элементу Мы у него увеличиваем его счетчик Плюс один, плюс один, плюс один То есть будет 3, 5, 7, да? Этот использован 10 раз Этот использован 8 раз Этот использован 1 раз Да? Когда мы опять обращаемся к данным Блоку например номер 5 Мы дошли до этого блоку номер 5 в кэше Увеличим его счетчик на единичку Просто счетчик обращений После этого мы с вами наш кэш Давайте еще один элемент добавим Делим на две части Холодный и горячий В горячую часть помещаются Те блоки, которые Имеют счетчик обращений Больше чем некое пороговое значение, да? Вы изначально задаете, да? Скажем Если у блока за последнюю минуту Более 20 обращений Мы перемещаем его в горячую область Понятно как это работает? И в итоге у вас получается как бы два кэша Hot и cold Холодный и горячий Cold работает абсолютно так же, как это делает LRU Работает, работает, работает И в какой-то момент какой-то из его блоков становится горячим То есть его счетчик обращений counter превышает лимит Тогда этот блок переносится в голову Этого горячей части списка При этом нужно понимать то, что и этот и этот в сумме Они дают константу по размеру Но при этом горячая и холодная часть могут взаимно меняться То есть у вас горячая может стать больше, может стать меньше и так далее Ну, для простых, конечно, вы можете их зафиксировать Но это ни к чему на самом деле Но, смотрите, возникает следующий вопрос Что если блок был горячим, потом стал холодным, да? Для этого мы эти счетчики должны периодически каким-то образом уменьшать Сбрасывать, либо считать их по интервалам Когда в горячей области счетчик становится Менее, чем заданный вами лимит Ну, то есть, допустим, мы в течение минуты к нему не обращались То этот счетчик помещается, то этот блок помещается в хвост В холодной очереди и становится первым кандидатом на вылет А почему не в голову? Ну, смотрите, если к блоку никто не обращается Зачем ставить его в голову? Блок нам, в принципе, не нужен, да? Мы даем ему последний шанс Побыть в холодном списке, да? И до свидания Ушел Понятно, как это работает? А теперь давайте посмотрим, что произойдет Как данный кэш позволит нам улучшить ситуацию с индекс сканом Вот смотрите, у нас есть с вами Ну, тут на самом деле очевидно Блоки 3 и 4 попадут сюда Потому что мы к ним обращаемся часто А здесь будет записано 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 И он будет здесь бегать А у блоки 3 и 4 будут иметь стабильно высокий счетчик Понятно, как это работает, да? То есть вы сделали горячую область В нее поместили тот небольшой набор данных Который вот вам прям нужен постоянно, да? И холодную область Которая обрабатывает те данные, с которыми вы работаете редко Вот это мы сегодня будем с вами Попробуем на практике запрограммировать, да? Я правильно понял, что когда вот в ход области ячейка К ячейке не обращаются долгое время То есть ее каунтер становится меньше Там какого-то лимита, да? Да, то он идет в пустовую часть А не не равен нулю каунтеру То есть именно меньше лимита Ну, смотрите, на самом деле можно использовать разные политики, да? Вот чем плоха политика интервалов? То, что интервалы у вас фиксированы по времени Вот смотрите, мы, допустим, считаем обращение в минуту, да? Ровно прям по минутам считаем В какой-то момент времени у нас отбило 60 секунд, да? И прошла 0-1 секунда В этот момент времени каунтер у вас равен нулю везде Вы еще ничего не успели сделать Да? Понятно? И возникает вопрос А как нам так нарезать интервалы, да? И сколько нужно этих интервалов сделать, чтобы нам корректно считать каунтер? Ну, можно по-разному Можно, допустим, считать интервалы, скажем 0-60 секунд, да? И сдвинуть интервал 30-90 секунд Понятно, как это будет работать? Смотрите, у вас два счетчика, да? Первый счетчик вы считаете вот здесь Второй счетчик считаете вот здесь И каждые 30 секунд вы делаете переключение Ну, это как-то позволит вам немножечко уравновесить все эти колебания Но можно, допустим, применить другой подход Сейчас мы с вами напишем маленькую формулу Ну, как бы это... Смотрите, у нас есть с вами счетчик Каунтер, да? Каждый раз мы каунтер увеличим на единицу Как нам сделать так, чтобы каунтер уменьшался, если его никто не трогает? Прям простой способ Уменьшать, да? Как уменьшать его? Раз в какое-то время Раз в какое-то время, да? Отличный вариант, но, допустим, есть... Чуть более хотел приложить другой вариант Допустим... Раз в какое-то время Каунтер делим на два А в чем это лучше, чем минус-минус? В том, что если данная ячейка не используется Это дает чуть более крутую кривую, да? То есть вот у вас есть каунтер Где у нас здесь время, да? Здесь счетчик Если вы используете такую формулу, вы получите что-то такое, да? Которая вот у нас стремится Тут у вас будет отсечка То есть если вы набили огромное значение каунтера, да? Перестали им пользоваться То, уменьшая по одной единичке Вы будете очень долго ждать, да? Ну, будете до второго предшествия ждать Пока этот счетчик уменьшится, да? Можно в секунду в миллион раз зайти в ячейку Но если вы будете делить на два, да? Вы получаете логарифмическую последовательность Через каких-то там десять циклов Ваш счетчик уйдет в ноль Да? Понятно, почему Логарифм... Это как бы обратный логарифм То есть логарифмическая И... А здесь будет у нас Будет вот так вот Будет попадать Все на ваше усмотрение То есть вы... Это Та политика, которую вы сами имплементите, да? Для того, чтобы Ваш кэш работал хорошо На самом деле у вас есть разные задачи, да? Под каждую задачу Своя политика Свой кэш Поехали дальше Смотрите В чем у нас с вами проблема Основная В кэшировании В том, что мы Не знаем В общем случае С чем мы работаем Вот пишите вы базу данных Да? Возьмем... Пишем мы DB2 Знают ли разработчики Какие данные на вход дадут им пользователи? Нет? Не знаю, да? Потому что Можно базу данных установить в интернет-магазин Можно установить ее в банк Можно установить ее на телефон В каком-нибудь EscoLite, да? В каждом телефоне работает EscoLite Можно установить ее Ну, например, в каком-нибудь процессинговый центр Ну, куда угодно И характер нагрузки будет абсолютно разный Можно банально вот эти вот Карточки в метро считать, да? Тоже там наверняка есть база данных Которая считает сколько вы поездок сделали Сколько ваш баланс остался Даже в рамках одной задачи у вас есть абсолютно разные нагрузки Ну, вот смотрите Сотовая связь, да? У нас есть мегафон У него есть база Этот мегафон покрывает 10 часовых поясов России Тут люди спят, тут просыпаются Тут у них уже бегают Тут у них вечер, да? И каким образом Вот нагрузка, скажем, ночью она одна, да? Человек, если взял там, он, образно говоря, в хорошем настроении Да, ему приспичивал позвонить Он два часа разговаривает по телефону Да, а днем он так не делает Днем такие звонки обычно не совершаются И как сделать так, чтобы база работала и там, и там, и там хорошо? Ну, на самом деле это, значит, нерешаемый в общем случае И само понятие онлайн-алгоритма Оно для этого и введено, чтобы описать такие проблемы То есть, смотрите, у нас есть с вами Нам с вами нужно выдумать некую такую политику действий Это некий такой алгоритм, который работает исходя из того, что он не знает, что будет в будущем То есть, смотрите, мы когда с вами пишем кэш, какую-то политику для кэша выбираем Мы не знаем, какие данные нам придут Может быть, нам будет приходить один и тот же блок, да? И у нас все хорошо А может быть, нам будут приходить абсолютно разные все данные И мы ни разу не попадем в кэш Мы этого не знаем То есть, мы с вами знаем то, что у нас было И на основании того, что у нас было Мы иногда можем пытаться предсказать то, что у нас будет Но на самом деле нам это в общем случае и не нужно Понятно, что такое онлайн-алгоритм? Тот алгоритм, который работает исходя из того, что у него нет знаний о том, в каких условиях он оказался Что у него будет? Что вы ему дадите на вход? Например, двигатель автомобиля, да? Он не знает, да? Вы нажмете сейчас газ и нажмете тормоз Поэтому компьютер машины должен быть готов ко всем вариантам развития Да? Понятно, да? Как это работает? Онлайн-алгоритм В контрасте к онлайн-алгоритму существуют оффлайн-алгоритмы Так Что такое оффлайн-алгоритм? Это обратная ситуация Когда вы изначально знаете всю историю данных и все, что будет То есть все входные данные у вас есть Ну, к примеру Если я вам дам, да, полностью ту последовательность ключей, которые пользователь забирает из базы данных Да? То к этой последовательности вы можете подобрать некий оптимальный алгоритм кэширования Который даст вам минимальное количество чтений с диска Но у вас есть бонус, да? Вы знаете, что произойдет Вы знаете требования Вы можете банально полным перебором написать такую программу Которая даст нам оптимальную политику кэширования И основной критерий, который здесь рассматривается Это то, насколько онлайн-алгоритм хуже, чем оффлайн-алгоритм Очевидно, что сделать лучше, чем оффлайн-алгоритм мы не можем Просто потому что у нас нет данных Но мы можем каким-то образом оценить свое качество Ну, то есть, допустим, мы в два раза, не более, чем в два раза хуже, чем он работает Вот, это как раз та оценка, которой мы можем дать политике нашей работы, допустим, с онлайн-данными Давайте рассмотрим простую задачу Пример Проблема аренды лыж Представим себе, вы хотите покататься с горы на лыжах, да? Но лыж у вас своих нет У вас есть два варианта Вы можете лыжи взять в аренду Условно за одну условную единицу Либо купить полный набор Да, как вам поступить? Ну, какие-нибудь есть предположения, да? Какие-то пожелания свои? Ну, смотря, если он каждый день будет брать Ну, вы не знаете Может, вам не понравится? Вы купите лыжи, да? За Y там, за тысячу долларов Да, вам не понравилось Ну, может, сначала несколько раз взять в аренду Сколько раз? Вы тоже не знаете, да? Потому что на самом деле непонятно Что, как поступить? То есть И вот даже, ну, как бы, понимаете Когда человек в этой ситуации оказывается, да? То это, в принципе, вы можете оценить Мне нравится, мне не нравится Можете раз проехать Да, я буду кататься Но потом вы пойдете сломать ногу И лыжи вам не нужны Да, и кажется, что вы сделали неправильный выбор Да, вам было лучше бы не купить А еще два раза взять их в аренду Вы упали Вам больно, все, не хочу больше Да, вы минимизировали свои потери Вот это как раз одна из тех проблем Которые касаются, вот, допустим Онлайн-алгоритмов И, в частности, вопроса, вот Выбор оптимальной политики кэширования Ну, вот смотрите Если, допустим, у нас с вами оффлайн-алгоритм Вы точно знаете, сколько раз вы покатаетесь Ну, предположим, как говорят, есть такая поговорка Все сильны задним умом, да Прошел сезон Вы сели с листом бумажечки Посмотрели, сколько раз вы катались, да Вы можете выбрать оптимальный вариант Которым вы должны были поступить Ну, вот, очень просто, да Вы умножаете количество занятий, которые вы взяли На стоимость занятий Сравниваете его со стоимостью всего курса экипировки То, что меньше, для вас оптимально, да Легко и просто, на самом деле Но это оффлайн-алгоритм Он знает те данные, с которыми он работает Это оффлайн-стратегия Ну, при этом, смотрите Здесь, как бы, у задачи нет конкретного решения То есть, мы не можем сказать, что Купи лыжи, купи это, потому что Обе цифры у нас неизвестны Это именно стратегия, именно алгоритм, которым мы должны действовать И эти величины, они меняются Вам сегодня поставят одни цифры, завтра другие цифры, да И результат может меняться Но самое главное то, что Стратегия работы у нас есть А теперь Как раз вот рассмотрим предложение, да Покататься сколько-то раз Например, К раз, да И принять решение о покупке Очевидно, что К раз, да Оно меньше, чем стоимость Покупки комплекта, да Как только вы выходите Игриковый раз На катание Вы покупаете комплект Потому что, если Игриковый раз Возьмете в аренду, а потом Купите комплект, да То вы потратите 2 Игрик уже Это как-то многовато Из этого можно, вот В принципе, такой вот Нехитрый вывод сделать, да То, что если К меньше Игрик, то получается то, что К плюс Игрик меньше 2 Игрик То есть, самый Вот это ваши суммарные затраты, да Вы К раз покатались, купили комплект И А получается то, что худший случай Самый плохой случай, который у нас смог быть Вы Y раз покатались, купили комплект То есть, это 2Y И оценка данного подхода То есть, мы катаемся не более чем Y раз И просто покупаем комплект Она не более чем в 2 раза хуже, чем Самый плохой вариант Понятно, да? То есть, самый плохой вариант вы откатались игрек раз купили комплект вы потратили два игрек денег любой другой вариант когда вы катаетесь меньше чем игрек раз не более чем а неправильно сказал смотрите самый плохой случай оффлайн стратегии какой самый большой самый максимальный ваш расход если вы знаете сколько раз вы будете кататься y до то есть вы либо либо купили комплект за y либо меньше чем игрек раз покатались то есть цена вопроса y максимальная а если вы не знаете сколько раз то вы потратите не более чем 2 y денег то есть онлайн стратегия стратегия когда вы работаете в условиях неполных данных не более чем в два раза хуже чем если бы вы знали понятно как это работает но если вы конечно будете кататься больше чем игрек раз ну извините как бы данный подход исходит из того то что сторона которая принимает решение она как бы не безумно да давайте посмотрим дальше ситком петите что это означает но вот смотрите у нас есть онлайн решение задачи онлайн алгоритм и оффлайн алгоритм так оффлайн алгоритм есть некая граничная цена которую вы заплатите в самом плохом случае например если у вас там вы откатались игрек раз да и и все да или вы просто сразу же купили комплект да это самая высокая цена которая возможна в случае оффлайн стратегии включен онлайн стратегии мы имеем оценку не более чем в два раза да то есть цену онлайн стратегии она не превышает чем скажем си звездочка да то есть два случае там наших лыж плюс стоимость оптимальной стратегии которым мы бы приняли если бы знали все данные если алгоритм онлайн можно оценить таким образом ну то есть вы ему точно знаете что вы не более чем в x раз превысите си раз превысите максимально максимальную стоимость оптимально понятно максимальная стоимость оптимального случая да самый худший исход при самой лучшей нашей стратегии если вы можете ограничить свой ущерб стоимость некой константы до линейно то данный алгоритм называется сик компетитив при этом абсолютно неважно какие входные данные вы принимаете то есть если для каких-то входных данных оценка сверху неверно да то данного горитом нельзя называть и компетитив но предположим смотрите вы с вами придумали такую стратегию к которым каких-то данных дает вам оценку не более чем в два раза да но приходит умный человек который взламывает ваш алгоритм вы получаете более чем там ну в бесконечность раз мы сегодня пример рассмотрим до алгоритма который дает нам соотношение бесконечности давайте смотреть дальше пока понятно спрашивайте пока далеко не уехали на плюс понятно да в чем проблема онлайн алгоритм да и как их оценивать ну вот здесь вот то что расписано то что мы с вами выбирали да смотрите вот офлайн алгоритм цена его максимально максимальная его цена это y если про на самом деле неправильно написано ну пусть будет так y в случае онлайн алгоритма 2y минус 1 то есть к у нас y минус 1 самый плохой наш случай да то что если у нас к меньше чем допустим слегка равно нулю да то стоимость онлайн алгоритм будет равна y но самом плохом случае на алгоритм его стоимость равно такая почему понятно да почему самом плохом случае такая стоимость вот получает наш константа с вами то есть мы с вами можем вот это вот это поделить на вот это и получить то что алгоритм который мы с вами который вы сейчас предложили все компетитив причем с константы чуть меньше чем 2 то есть если мы действуем этом алгоритм мы переплатим максимум в два раза понятно да вот это в принципе идея да то есть у нас и с вами малые издержки ну то есть маленькие косты которые мы с вами платим за каждую арену до 1 доллар 1 доллар 1 доллар 1 доллар да как только сумма маленьких издержек достигает больших издержек то есть стоимость оборудования стоит идти на большие издержки купить оборудование и то же самое относится к эшам вот смотрите у нас с вами скажем мы набираем данные в кэш до по одному блоку считываем это дешево копеечку 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 там прочитали 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 прочитали, да, получили некую дырчатую какую-то структуру, да, допустим, наши блоки там в разнобоях где-то там упорядочены. И когда ту цену, которую мы заплатили за подкачку этих блоков, достигает какого-то там вот лимита, допустим, стоимости перезаписи целиком файла, да, нам с вами можно плюнуть там на наш алгоритм и сбросить все данные на диск. Ну, скажем, если мы наши блоки меняем, то есть если мы не можем просто так их там избрасывать. То есть иногда нам есть смысл накопить маленьких кусочков, да, там маленьких каких-то дельт, маленьких операций, а потом их всех скопом с каким-то там превышением выполнить. Ну, это в принципе идея, да, того, что как нам получить с вами C-компетитив алгоритмы. Давайте смотреть дальше. Теперь давайте подумаем, вот кстати говоря, то, что мы с вами здесь обсуждали, да, это называется пейджинг или кэшинг. То есть пейджинг. Почему пейджинг? Потому что блоки бьются на страницы, и мы с вами кэшируем целиком страницу, не конкретные данные. Потому что кэшировать конкретные данные бессмысленно просто потому, что прочитать страницы — это то же самое, что прочитать конкретный один блок данных. Ну, так устроено устройство наше, да. Ну, вот некий вводный к задаче. У нас есть память, в которой размещается k страниц, да. При этом у нас n страниц на диске, да. Почему мы не рассматриваем случай, когда n меньше либраин k, понятно? Ну, потому что это неинтересно. Мы с вами весь диск прочитали в память и работаем вообще без ничего. Без какого-то пенальти. Ну, и считаем то, что чтение страницы в память, в память, да, с диска имеет цену 1, а чтение с память — цену 0. Ну, это вот достаточно, потому что на самом деле, если мы имеем двухуровневую память, да, то стоимостью чтения из более быстрой памяти, как правило, можно пренебречь. Ну, если сравнивать, скажем, чтение из L3 и чтение из RAM, да, либо чтение из RAM и чтение с диска. На самом деле, чтение из RAM по сравнению с чтением с диском можно считать, чтобы оно происходило мгновенно. Без пенальти. Так, что у нас со временем? Давайте смотреть дальше. На первом этапе, как у нас с вами работает кэш? Когда мы только запустили систему, кэш пустой. Правильно? И любая операция чтения приводит к тому, что кэш чем-то заполняется. Данный этап называется разогрев кэша. То есть, когда вы кэш приводите в то состояние, когда он практически, либо полностью забит. И в данном случае у нас с вами поведение онлайн и оффлайн стратегии не отличаются. Понятно почему? Ну, потому что и та, и другая стратегия действует строго в одном и том же ключе. Смотрите. У нас с вами пустой кэш. Абсолютно, да? В нем три элемента. Есть некая последовательность, которую мы читаем. Это не диск, это то, что мы читаем. Я здесь запишу A1, A2, A3, A1 опять, да, допустим. Какие страницы вы должны загрузить в кэш, если вы знаете эту последовательность? A1, A2, A3. Верно? А1 у нас повторилось. Ну, здесь A1 опять. Так? А что мы загрузим, если мы будем эти странички, не зная вот этого хвоста, читать по одной? Сначала мы загрузили A1, загрузили A2, загрузили A3, попали в кэш, ничего не загрузили. То есть стратегия, порядок действий не отличается. Понятно? Или нет? Или еще поподробнее попытаться объяснить? Смотрите, если кэш пустой, нам из кэша выкидывать ничего не нужно. Принимать решение о том, что мы выкидываем, нам не надо. У нас и так все хорошо. В любом случае мы делаем одни и те же операции, каким образом мы не работаем. Мы просто считаем значение в кэш. Понятно? Дальше начинается интересное, самое как раз важное. Когда в кэше кончается место, нам нужно принимать решение. И в этот момент начинает работать наша стратегия, которая говорит нам, как мы должны поступить, чтобы у нас в целом все было хорошо. Вот теперь давайте посмотрим с вами оптимальный, реально оптимальный алгоритм, который мы можем применить, если мы знаем всю нашу последовательность. Он называется Longest Forward Distance. В чем он заключается? Смотрите, у нас с вами есть последовательность операций. Здесь, в принципе, нарисовано. Смотрите. Вот она, последовательность, которую мы хотим выполнить. При этом у нас весь набор чисел ABCDE, их всего 5 на диске штук, при этом кэш у нас равен 3. То есть у нас вот такие вот варианты могут произойти, этих 5 вариантов. Вот у нас наша с вами последовательность. ABCDE, ABED, DE, BCCAD. Так? Смотрите, первый этап прогревка ша ABC загрузили. Да? Потом нам пришла D. Нужно что-то вытолкнуть. А вот алгоритм LFD предусматривает то, что мы с вами пройдем по всей последовательности. Вот смотрите, у нас есть вариант либо A, либо B, либо C выкинуть. Мы с вами смотрим. A нам встречается через один шаг от D, да? Вот A. B встречается через два шага. C встречается 3, 4, 5, 6, 7. C от нас самое далекое. Видно? Значит, что мы выкинем? C, ABC, ABD. Дальше мы видим A. A есть в кэше, все хорошо. Поехали дальше. E, да? А вот теперь A далеко у нас, самое далеко. Выкидываем A. И так далее. Давайте посмотрим, сколько раз мы с вами в данном случае сделали подгрузку данных с диска. Четыре раза. Раз, два, ну, мы первое не считаем, да? Потому что как бы она есть, а мы к ней никуда не можем деться. Раз, два, три, четыре. Понятно, как этот алгоритм работает? Но у нас с вами есть здесь огромное преимущество, то, что мы знаем всю вот эту вот последовательность. А потому что вот это мы кэш прогрели, да? Все. Он, это у нас есть всегда. Мы это ни с чем не можем сравнить. Загрузили D, E, C, A. Четыре чтения с диска произошло. Каждый раз кэш наш изменился на одно значение. Это оптимальный алгоритм, который, в принципе, можно придумать для задачи кэширования, если мы с вами знаем, что у нас будет, да? Ну, мы с вами не знаем, что у нас будет на самом деле. Такого не бывает. Если бы мы знали, что у нас будет, да, мы бы зашли в казино и здесь бы не сидели. Абсолютно верно. Давайте теперь коротенько на словах рассмотрим, да, почему данный алгоритм оптимальный. Доказатель, на самом деле, очень простой. Предположим, у нас есть некоторая другая стратегия, тоже оффлайн. Вот мы находимся на некотором этапе, да, вот, допустим, здесь. И обе наши стратегии принимают решение, чтобы из кэша вытолкнуть. Есть, на самом деле, два варианта. Либо стратегия принимает то же самое решение, так? Тогда они не отличаются, да, это LFD. Либо она принимает другое решение. Если она принимает другое решение, это означает, что то значение, которое она выталкивает, расположено ближе. Ну, вот представим себе, что здесь мы должны выталкивать. LFD принял решение вытолкнуть C, а другой алгоритм принял решение вытолкнуть B. Так? Теперь, какой из алгоритмов у нас после этого упадет раньше? Ну, потребует загрузки данных. Очевидно, тот, который выкинул более близкое значение, да? То есть, наш LFD здесь работает все еще, да, еще у него только вот один здесь произошла загрузка. А альтернативный алгоритм уже сделал две загрузки. После этого мы делаем отсечку, да, возвращаемся в начальное состояние и начинаем рассматривать эти алгоритмы заново. То есть, у нас что получается? Получается, то, что мы нашу серию из запросов делим на части, и на каждой серии мы либо имеем такое же количество кэшевикшенов, либо на один большего альтернативного алгоритма. А значит, что алгоритм LFD у нас является оптимальным алгоритмом для оффлайн-случаев. Оптимальным оффлайн-алгоритмом. И, в принципе, все алгоритмы кэширования мы будем теперь сравнивать с алгоритмом LFD, да, насколько, какая у них константа вот эта вот компетитив, сравнительная константа, да? Пошли дальше. Вот доказательства. А вот, смотрите, есть алгоритм по эффективности сравнимый с LRU, но более простой. Кто знает, что такое FIFO? В принципе, принцип FIFO, да? Первый пришел, первый ушел. Это тот алгоритм, который предложила у нас девушка, да? Имя, к сожалению, как? Даша. Вот то, что предложила Даша, да? Тот элемент, который пришел первый, независимо от чего, просто мы его выбрасываем, да? То есть, если мы его пользовали, мы после этого не пользовали, да? Вот давайте посмотрим, какая у него получилась стоимость. То есть, абсолютно та же самая последовательность, да? ABCD, ABCD, ABCD и так далее. Смотрите, и мы с вами, вот мы прогрели кэши, да? Выбросили первый элемент, D, да? А там выбросили второй элемент, третий. Ну, как бы у нас вот такая вот змея по кругу ползет, да? То есть, первый, второй, третий, первый, второй, третий, первый, второй, третий. У нас получилась цена 7. В принципе, вы можете все взять этот слайд потом посмотреть и проверить. Это FIFO-алгоритм. То есть, если сравнить его с LFD, 4 и 7, да? Ну, почти в два раза хуже. А мы с вами можем, в принципе, доказать, да? Следующие вещи. Сейчас я посмотрю, где это у нас здесь есть. Худший случай для LFD. Вот смотрите. Давайте сначала с вами посмотрим, какой у нас самый плохой случай есть для LFD-алгоритма. Что? В том числе. Ну, нас скорее интересует оценка. Если мы имеем последовательность ключей, там, длиной в S, да, и размеркой шага, каково будет максимальное количество запросов у LFD-алгоритма? Чтобы решить этот вопрос, мы с вами поступим вот таким образом. Смотрите, вот у нас есть с вами последовательность. Сейчас. Где она? Я забыл. Вот она, да? Мы с вами эту последовательность можем разбить на серии, да? Первая серия АВС. Так? Вторая серия ДАВ. Смотрите, в данной серии у нас есть три разных ключа. Так? Третья серия ЕДЕБ, потому что Е повторяется два раза. Понятно почему, да? Четвертая серия СЦАД. Какова длина серии у нас? Не менее, чем К. Так? То есть, смотрите, у нас с вами есть некая серия. Мы ее разбиваем на С1, С2, С3, С4. Так? Так. Очевидно то, что длина С... Понятно почему. Так? Теперь давайте для простоты считать, что у нас... Смотрите, если у нас с вами n вариантов, а длина кэша равна трём. Насколько максимально у нас может отличаться одна серия от другой? Сколько в ней может быть несовпадающих элементов? n минус k. Так? Ну, то есть, смотрите, вы не можете, взяв пять элементов, да, составить две серии так, чтобы они отличались более чем на два элемента. То есть, смотрите, если вы взяли a, b, c, да, то у вас будет c, d, e. Вот у них два элемента отличаются, a, b и d, e, да. Отсюда мы получаем то, что каждая серия приводит к загрузке не более чем n минус k элементов. Понятно? Почему так? Просто, да? Отсюда получается то, что вся серия S ведет к тому, что будет загружена n минус k. То есть, o от s. Понятно, да? Как это работает? То есть, если у нас с вами есть кэш длиной k, мощность ключей размером n и длина последовательности S, то мы с вами имеем такую закономерность. При этом, смотрите, n и k у нас константы всегда, да, как бы они нам заданы сверху. S у нас любая. Но при этом цена линейна. То есть, LFD нам дает линейную стоимость кэширования. Теперь давайте попробуем оценить стоимость для FIFO. FIFO. Вот смотрите, что у нас с вами есть. Здесь мы, в принципе, тоже можем каким способом подойти. Сейчас вспомним. А вот мы опять с вами прогрели кэш, да? Дальше мы имеем... Вот смотрите, мы с вами с вероятностью n минус k поделить на n попадаем в кэш, да? С вероятностью n минус k поделить на n мы с вами в кэш не попадаем. Так, сейчас пока это не надо записывать. Сейчас я это вспомню. У меня, к сожалению, из головы вылетело доказательство. В общем, смотрите, нам нужно подобрать для FIFO самую плохую последовательность, которая только возможна. Да? То есть, самый плохой случай это какой? Когда каждый раз мы с вами выталкиваем из кэша значение какое-то, которое попадает. Давайте попробуем с вами эту последовательность написать. Мы с вами имеем в кэше некоторые три числа, да? 1, 2, 3, скажем. При этом мощность у нас давно, ну, например, равна n равно 5, k равно 3. Какая должна быть следующая цифра, чтобы мы пролетели? Ну, 4 или 5. 4 получили вылет, да? 5 получили вылет. И так далее. Тогда сложность этого алгоритма нам что дает? Она нам дает вот такую вот циферку. Вот. Этого S, она равна, в принципе, длине S. S там минус n, минус k. Да, подобрали мы сами такую. Но, в принципе, она достаточно O от S, как бы это назвать, от FIFO, да? Ну, если подпишу FIFO, она равна некому. А вот сейчас, секунду. Почему она какомпетив? Потому что сложность O LFD от S, умноженная на k, размер кэша. Ну, то есть, смотрите, O от S равно S поделить на k, да, умножить на константы, он минус k. А здесь просто S. Размеры длины последовательности S. Ну, как бы, несложное математическое соотношение. Можно сказать поэтому, что FIFO является k-компетитив. Понятно? Ну, то есть, если вы сейчас на бумаге напишите эту формулу, она, в принципе, она есть где-то в литературе. Доказательства. Но, не суть важна. Не суть важна. То есть, FIFO алгоритм, он не более чем в некую в k раз хуже, чем оптимальный алгоритм. Но при этом парадокс возникает. То есть, смотрите, если FIFO алгоритм в k раз хуже, чем соответствующий LFD алгоритм, да, то получается, что при увеличении k FIFO алгоритм может стать хуже. Вот, давайте рассмотрим пример. Был такой венгр Беллади, который нашел вот эту странную зависимость. Ну, вот, смотрите, он работал в IBM, занимался бывшей проблемой. Вот наша с вами последовательность, которую мы имеем. 0, 1, 2, 3, 4, да. n равно 5, k равно 3. И вот здесь расписано, вот у нас произошел прогрев кыша, да. Синим обозначены те случаи, когда нам с вами нужно загрузить данные. Дальше пришла троечка, да. Вот загрузка, вот загрузка, вот загрузка. Дальше здесь 4, 2, вот. Сколько раз? 9 раз. В принципе, может любой взять и проверить, да. На самом деле здесь 9 раз произошла загрузка из кэша. А теперь мы увеличили кэш на единичку. Да, и получилось то, что вместо 9 загрузок, последовательность та же самая абсолютно, да, кто не верит. То есть увеличение размера кэша дает нам ухудшение конкретного случая. Вот такой есть парадокс, да, и я думаю, что надо о нем знать. Да, не всегда большой кэш – это хорошо, да. Иногда, скажем, даже увеличение кэша дает вам нулевую производительность, но просто ест ваши ресурсы. Такое тоже бывает. Вот, смотрите, другие алгоритмы, да, кроме FIFO. Вот LREU, он тоже K-компетитив. Мы, в принципе, можем это доказать, но нам ни к чему. А вот LIFO, кто знает, что такое LIFO? Да, последний пришел. То есть, как бы, смотрите, вот, казалось бы, тот алгоритм, который применяется для… можно, допустим, было бы применить для вот этих массивных сканирований. Прочитали страницу, да, она нам больше не нужна, мы ее выбросили. Почитали следующий выбросили, да, вот это как раз LIFO или Most Recent Use, да, но она, оказывается, что она в худшем случае гораздо хуже, она нелинейно даже можно сравнить ее с LFD, с оптимальным алгоритмом. То есть мы можем подобрать такую последовательность, да, вот, например, такая последовательность, которую мы подбираем, которая будет в бесконечность раз дороже, чем LFD. Ну, вот, смотрите, если мы имеем LFD, да, ABC, так, загрузили кэш, D, выбили оттуда, допустим, боковку A, да, и дальше LFD не кэширует ничего, у него все в кэше, да, а в случае, если у нас LIFO, ABCD, выкинули D, вставили C, да, выкинули C, вставили D, бесконечность раз, оно сделает эту загрузку. В отличие, допустим, от, здесь, кстати, неправильно, здесь должно быть LIFO, в отличие от FIFO, да, если бы у нас был бы FIFO, мы бы загрузили ABC, потом A выкинули, вставили BD, C, D, CD, мы бы сами все попали бы в кэши. Ну, это, допустим, отличие FIFO и LIFO, да, LIFO у нас не как competitive, вот как раз тот пример алгоритма, который не может быть отсечен сверху по своей цене. Понятно, да, как это все считается? Ну, вот как раз худший случай для LFD мы посмотрели. Давайте теперь посмотрим худший случай для онлайн-алгоритма. Ну, мы этот пример тоже рассмотрели. Как раз это то же самое, что худший случай для FIFO, да, когда каждый раз мы будем с вами читать ту страницу, которая находится не в памяти. Ну, не повезло нам, да, то есть мы выбрали себе некую методику, да, но нам то ли такой пользователь попался хитрый, то ли нам просто не повезло, когда все запросы, которые мы делаем, приходятся на те страницы, которые не в кэше. То есть любой k-competitive алгоритм, точнее, для любого детерминированного онлайн, именно онлайн-алгоритма, да, максимальная стоимость его равна для непоследовательности. Все будет загружено в память. И, например, пример такой последовательности, ну, даже просто если рассмотреть, вы представьте себе, что у нас очень большой объем данных, да, а кэш маленький, и мы с вами читаем случайно. То есть вероятность попасть в ту же самую страницу достаточно низка. Зачем, например, сложны проблемы с, ну, например, какой бы пример привести вам? А едут автомобили, да, стоит камера. Предположим, что камеры между собой не связаны, никакой информацией не обмениваются, да. Вероятность увидеть какой-то номер, она абсолютно рандомна. То есть если, конечно, вы там можете камеры снять между собой, вы знаете, что человек проехал там час назад здесь, да, то, скорее всего, через час он появится тут. Но предположим, что у нас такой задачи нет. И, допустим, в такие случаи кэшировать, но у вас практически не получится. Потому что у вас каждая операция будет вводить к тому, что вы будете читать с диска, да. А вы хотите, чтобы у товарища полицейского сигнал заработал, там, машина в угоне. Или что-то в таком духе. Давайте посмотрим такую задачу, как консервативный алгоритм. Что это подразумевается? Смотрите, у нас есть кэш размером k элементов. Так, да? И предположим, что в данный конкретный момент нам так повезло, что мы сейчас работаем с k-ключами. Ну, смотрите, у нас с вами, допустим, есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, да. Кэш у нас равен 3. Но так получилось, что нам сейчас приходят запросы 2, 3, 4. Вот они приходят, 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 приходят и приходят. Алгоритм называется консервативным тогда, когда в случае, если он работает с не более чем k-ключами, он не накладывает на вас цену, если это не приводит к чтению с диска, из медленной памяти. В чем, допустим, отличие как раз-таки LIFO, да, если даже он работает с одними и теми же данными, то, что мы с вами посмотрели здесь. Да, вот, допустим, вот здесь вот LIFO, смотрите, он работает всего лишь с двумя ключами, но каждый раз это будет приводить для него к кэш-эвикшену, к цене. Это не консервативный алгоритм. В отличие от FIFO, когда он здесь не будет ничего читать с диска, да, FIFO у нас консервативный алгоритм, LREU консервативный алгоритм. В общем, можно доказать, что любой консервативный алгоритм k-компетитив, то есть его можно ограничить сверху некой константой, которая показывает, что в худшем случае он не более чем в k-раз хуже, чем оптимальный алгоритм, который мы могли бы в принципе применить. Понятно, да? То есть, смотрите, все алгоритмы, которые ввели консервативный алгоритм, и все консервативные алгоритмы можно описать таким образом. Вот, для чего это нужно? И второй постулат, который относится к консервативным алгоритмам, то, что увеличение кэша в лучшем случае линейно увеличит производительность. В лучшем случае. То есть, если вы кэш увеличили в два раза, то вы станете работать не лучше, чем, не быстрее, чем в два раза, а может даже медленнее. Такой мы пример с вами даже видели. То есть, мы не можем, увеличивая кэш, получить более чем линейный прирост производительности. Но это потому, что чисто теоретически это невозможно. Как бы мы с вами не схитрялись, не измудрялись, что бы мы с вами не делали. А в хорошем случае производительность может даже упасть. Ну, вот, например, здесь она упала, да? Мы увеличили на 33% размер кэша, да? И у нас вместо 9 ошибок, загрузок получился 10. Такое тоже бывает. Ну и, в принципе, мы с вами можем... Что оценить? Ну, вот, смотрите, у нас есть с вами... Мы с вами можем сравнить оптимальный алгоритм с одним кэшом, с консервативным алгоритмом, с другим кэшом. Ну, скажем, мы с вами имеем оценку для стоимости оптимального алгоритма с кэшом размером 100 мегабайт, да? А мы хотим с вами промасштабироваться, да, допустим, на 200 мегабайт кэша и посмотреть, что же у нас получится в случае онлайн-алгоритма, да? Ну, здесь есть небольшой пример, да, каким образом это можно посчитать. И мы с вами получаем то, что консервативный онлайн-алгоритм с кэшом в два раза больше, чем кэш оптимального алгоритма, работает в два раза хуже, чем он. Ну, вот она оценочка. В принципе, это вот так просто, чтобы иметь об этом некоторое представление. Вот есть доказательства стоимости. Тут на самом деле, как бы, все в слайдах увидите, я думаю, что мы на этом пока не будем останавливаться. И теперь мы с вами отойдем от темы немножечко худших, точнее, вернемся к теме худших случаев. Да, мы с вами разговаривали о том, что у нас есть хорошие случаи, а есть плохие случаи. Кто знает, что такое детерминированный, недетерминированный? Да, ну, как бы, когда можно, допустим, взять алгоритм и определить, как он себя будет вести с точностью там до каждого шага, и когда нельзя. Друзья, утверждается то, что для любого детерминированного алгоритма, например, LRU или FIFO, можно подобрать такой случай, который будет для него худшим, который его, образно говоря, подорвет. Вопрос, что делать, чтобы этого избежать? Рандомайзер. Рандомайзер. Прекрасно. А есть такой алгоритм, называется марк. Как он работает? То же самое, у нас с вами есть кэш. Пусть в нем будет 4 элемента. Так? Для начала кэш прогревается некими другими ключами. У каждой ячейки есть некая пометочка. Она изначально пустая. Дальше приходит время выполнить кэш-эвикшен. То есть поместить в кэш что-то, что туда не помещается. Каким образом мы выберем элемент, который нам нужно вытолкнуть? Любой, у которого нет пометки. Например, двойка. Рандомом. Записали сюда 5. Поставили ей отметочку, крестик. Да? Потому что как бы этот элемент зашел вместо некоторого вытолкнутого. Работаем дальше. Получили еще один. Запрос, да? Рандомом выкинули четверку, написали сюда 6. 7. Тут у нас уже без вариантов, да? 8. Теперь у нас весь кэш помечен, да? Как бы заблокирован. Что произойдет, когда мы захотим сюда внести еще один элемент? Что мы можем сделать? Абсолютно верно. Мы просто снимаем все звездочки. Начинаем жить сначала. Выкидываем рандомный. Ставим ему звездочку. Так для бесконечности, да. Вот в принципе вот то же самое, да? Только словами написано. Написано, да? Я думаю, что все понятно, да? Как это все работает? Как это все устроено? В принципе, если мы с вами сейчас окунемся в теорию вероятности, да, и будем расписывать, с какой вероятностью мы в кэш попадаем, с какой не попадаем, мы с вами докажем то, что алгоритм Марк имеет логарифмическое competitive относительно оптимального алгоритма. То есть это лучше, чем k, потому что алгоритм k, как правило, меньше, чем k. В худшем случае. Понимаете, да? То есть смотрите, если мы с вами свою задачу оцениваем именно по самому плохому варианту, то Марк алгоритм оказывается лучше, чем FIFO. Рандомный алгоритм. То есть без всякой вот прям ума, логики, просто выбрасываем случайным образом. И второй плюс этого алгоритма, то что вы не сможете намеренно подобрать такой ввод, да, чтобы заставить систему тормозить, чтобы заставить ее работать хуже, чем некое ожидание, да? С другой стороны, в принципе, вот эти вот пометочки, которые Марк выставляет на свои блоки, да, позволят вам реально держать горячие данные всегда у себя. Ну, с небольшим пенальти, конечно, относительно какого-нибудь там FIFO. Понятно, да? То есть когда вы заполнили все крестики, вы свои горячие данные выбросили, но, скорее всего, они опять-таки быстренько войдут в кэш и будут там жить какое-то подложительное время. То есть мы чуть-чуть ухудшаем оптимальный случай, но, исходя из того, что мы оцениваем свою задачу по плохому варианту, мы в итоге в оценке выигрываем. Да, понятно, да, то есть почему оптимизация хорошего случая, плохого случая. Как бы, хорошего случая, он уже по-хорошему, его не нужно оптимизировать. Нужно оптимизировать в плохой случае, потому что если система работает быстрее, чем вы ожидаете, да, и чем ожидает пользователь, ну, скажут, ну, хорошо, да, отлично. А если она работает хуже, чем ожидает пользователь, вдруг начинает тормозить, работало-работало, вдруг затормозило, то это проблемы. Поэтому мы оптимизируем самый плохой вариант, рассматриваем, потому что просто по закону подлости именно он и произойдет. То есть вы выкатите систему на продакшн, а она вдруг у вас встала резко, просто потому что вы не протестировали какой-то кейс, поэтому нужно в плохие случаи обрабатывать в первую очередь. Ну вот можно сравнить алгоритм Mark и LRU. Смотрите, если у нас с вами входные данные случайные, то есть у нас нет некого злого гения, который сидит, отслеживает ваши кэши и пытается вас завалить, то алгоритм Mark и LRU, они в принципе идентичны. Просто потому что у вас есть некий средний случай, какое-то некое математическое ожидание, консервативный алгоритм, дает вам линейную компетитив и так далее. Но данное утверждение не совсем верно, иногда так получается, что не повезло нам, не везет. Поэтому такие объекты случайно существуют. То есть вот смотрите, если вы уверены, что ваши входные данные абсолютно рандомны, размазаны, и никто их не определяет каким-то законом, вы можете использовать банальный LRU или midpoint insertion, то есть горячим и холодным частями, потому что он более оптимальный. Если же данные каким-то образом у вас меняются по какому-то закону, чтобы не напороться на действия этого закона, вам хорошо бы внести в свою систему элемент случайности. Просто для того, чтобы нивелировать вот эти вот закономерности, которые, ну, фактор невезения. Вот. Итак, все.